Циклон, который обеспечивал на европейской части России теплую погоду, похоже отступил, но теперь все же испортил один из главных христианских праздников – Крещение. Из-за тонкого льда на Волге в Чебоксарах сократили количество купелей, а в Новочебоксарске вовсе запретили их устанавливать. Где можно будет искупаться, смотрите далее. 12-сантиметровый лед не останавливает рыбаков. А вот для спасателей это стало основной причиной отсутствия Крещенской купели в Новочебоксарске. Волга за ГЭС не замерзла. Уровень воды здесь за сутки может подниматься на 60 сантиметров. В таком случае даже образовавшийся тонкий лед покрывается водой. Лед достаточно рыхлый и тонкий, что в общем-то не дает возможности провести мероприятие по празднованию религиозного праздника Крещения Господня. В традиционном месте это подходной канал. Как видите, он сейчас во льду, но толщина льда достаточно тонкая. Все уважаемые граждане, просим вас в связи с сложившейся обстановкой посетить купели города Чебоксар. Новочебоксарский бассейн ежегодно директор с дюшер номер 3 Атаманов Борис Николаевич организовывал это мероприятие. Но в данном случае мероприятие он организовывал платно, работал до пол первого. Ну, соответственно, при возможности и желании можете посетить бассейн. Три крещенские купели откроются в Чебоксарах в ночь на 19 января. Все они будут находиться около свято-троицкого мужского монастыря. В прошлом году их было четыре. Сейчас количество уменьшили. Из-за теплой погоды лед на Волге в этом году тоньше, чем обычно. По стандартам он должен быть толщиной не меньше 25 сантиметров. Толщина в дальнем обеспечить безопасность. Категорически предлагаю, как главный государственник в Чебоксарской республике, что когда-нибудь выход на лед в нас. То, что у нас народ выходил, там по 100 человек стоит, они накупаются, 10 родственников смотрят, как он там ныряет. Такой выход категорический. Если трапы будут, то тогда надо отсекать не там, около купели, а именно же при выходе с берега, именно с грунта. Иначе у нас произойти право. Купели в Чебоксарах будут 3 на 3 метра, полтора метра глубиной. В отличие от стихийно организованных купелей, официальные будут отличаться безопасностью и комфортом. На месте будет организовано круглосуточное дежурство спасателей, медиков и полицейских. Пункт обогрева. Территория вокруг будет освещена, оборудована палатками для переодевания. В прошлом году в хрещенском купании участвовали около 11 тысяч человек, сообщили в городадминистрации. В этом году ожидается больше. Еще одну купель установят в церкви новомучеников и в Заволжье. Службам безопасности эти места тоже обеспечат. В городадминистрации настоятельно рекомендуют не купаться в стихийно организованных купелях. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.